Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Он подчеркнул, что подписанный документ предполагает обмен законопроектами, результатами мониторинга законодательства, совместное сопровождение законодательных инициатив в Госдуме По словам председателя ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского, Башкортостан оперативно принимает решения в условиях санкций и проведения спецоперации И парламент Северной столицы хотел бы перенять этот опыт Быстрое оперативное принятие тех или иных правовых актов или законов это очень важно Конечно взаимодействие с точки зрения общения нас как парламентариев И конечно обмен делегациям, потому что мы являемся народными избранниками И народная дипломатия это основное то, что нас объединяет Сейчас мы находимся в непростой политической ситуации, когда нам нужно чувствовать плечо друг друга Нам нужно, чтобы люди, живущие в наших регионах друг друга, чувствовали, понимали и осознавали, что мы являемся единым целым Гостей из Санкт-Петербурга приветствовал исполняющий обязанности премьер-министр республики Андрей Назаров и поблагодарил за сотрудничество В августе прошлого года в городе Наневе прошли дни республики Башкортостан Достигнутые в ходе них договоренности и перспективные инициативы систематизировали в дорожной карте по взаимодействию между регионами на 2024-2027 годы В частности в области беспилотной авиации, автомобилей, вагона и судостроения В госсобрании предложили допускать к экзаменам на права детей с 14 лет, а не с 16, как сейчас Инициативу озвучил депутат регионального парламента Рамиль Бадамшин В ходе круглого стола, посвященного теме обеспечения безопасности при использовании электросамокатов, квадроциклов и других средств индивидуальной мобильности Обсуждение состоялось сегодня с участием представителей заинтересованных ведомств и бизнеса Своё предложение Рамиль Бадамшин обосновал тем, что за рулём такого транспорта нередко оказываются дети А из-за незнания правил дорожного движения они создают аварийные ситуации на дорогах Депутат также предложил обязать владельцев квадроциклов в обязательном порядке ставить на учёт свой транспорт В законе вроде прописано, что на квадроциклы надо получать государственные регистрационные номера Но на моей практике я ни разу в жизни не встречал, чтобы на квадроцикле были госномера Но вот ни разу не видел, я прямо специально обращаю внимание, ни одного госномера нет Мы даже на самокаты сейчас вроде приняли закон, да, и вот всё к тому идёт, что они все идентифицированы А на квадроциклы, питбайки мы их повесить не можем Отсюда предложение всё-таки обязать даже на стадии продажи, чтобы продавец брал у покупателя Обязательство поставить на учёт эту самоходную машину Особое внимание участники круглого стола уделили вопросам безопасности при управлении электросамокатами Поводом для этого стала неутешительная статистика С начала этого года в Башкортостане произошло 47 аварий с участием таких средств передвижения Пострадали 49 человек, из которых 19 – дети до 16 лет В летнее время почти ежедневно в травматологическое отделение поступают дети с травмами После использования электросамокатов На сегодняшний день мера наказания за факт допуска несовершеннолетних детей к электросамокатам, родителям Или в виде предупреждения, или административного штрафа до 500 рублей Я думаю, что есть необходимость в увеличении меры наказания для родителей В Стрелитамаке работают три оператора, сдающих в аренду 620 самокатов В Уфе услуги проката оказывают две компании Совокупный парк техники – 3400 единиц В Башкирской столице уже запретили заезд на средствах индивидуальной мобильности На промышленные территории парки и скверы В городе действуют скоростные ограничения Между тем, эта область требует дальнейшего нормативного регулирования Отметили депутаты И все озвученные за круглым столом предложения Лягут в основу закона проекта Во дворце борьбы начал работу Центр управления форумом «Россия – спортивная держава» Его создали для решения организационных задач С работой Центра ознакомился исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Назаров Свыше 60 специалистов ежедневно принимают там более 200 звонков По самым разным вопросам – проживанию, логистике, участию в деловой программе форума и другим Этот центр нам позволит как управлять всеми спортивными событиями Теми объектами, которые на сегодняшний день у нас используются И будут задействованы в рамках форума И самое главное, конечно, будут решены вопросы безопасности И это главное, потому что сегодня это вопрос номер один Напомню, главное спортивное мероприятие страны состоится с 17 по 19 октября В Уфе ожидают приезда нескольких тысяч участников из более чем 100 стран В том числе известных спортсменов Основной площадкой станет Дворец борьбы В нем планируется проведение пленарного заседания, деловой программы А также Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта На Уфо-арене состоится вечер профессионального бокса На Грибном канале – международные соревнования «Край Курая» В спортивном комплексе «Динамо» запланирован матч чемпионата России по баскетболу В центре фехтования – международные соревнования «Сабля-Салавата» В Уфе на развитие культуры и искусства в ближайшие пять лет направят 10 миллиардов 300 миллионов рублей Глава администрации города Ратмир Мавлиев утвердил соответствующую муниципальную программу Большая часть финансирования выделяется из муниципального бюджета 8 миллиардов 400 миллионов Из республиканского планируется привлечь 1 миллиард 200 миллионов Из внебюджетных источников – 667 миллионов Из федерального бюджета – 30 миллионов рублей Предусмотрены две подпрограммы Первая направлена на развитие культурно-просветительской деятельности На эти цели направят 5 миллиардов 300 миллионов рублей Среди индикаторов реализации подпрограммы – это количество театральных постановок и других культурных мероприятий, число посетивших их людей, заполняемость залов, количество музейных показов и объем выдачи книг и документов в библиотеках На финансирование второй подпрограммы заложили 4 миллиарда 600 миллионов Здесь целевые индикаторы – это количество детей в возрасте до 18 лет, получающих дополнительное образование, а также повышение зарплат преподавателей и ряд других Кроме того, власть Уфы планирует обновить здание кинотеатра «Победа» На это выделят 142 миллиона рублей из городского бюджета Это все новости к этому часу Оставайтесь на РБК